а вот и вторая карта матча runeaters и chillax рамка тут а2 чемпион с лиг девятого сезона мы возвращаемся на драфты нас тут со старт chillax решили ультануть берут keeper of the light и их ускара кажется это тоже по-своему героя открытие этого патча хускар стал в принципе появляться про keeper of the light и в целом слышу только положительные отзывы вроде как недавно айсберг высказался что это героя нужно нужно фиксить я вот только не понял что именно нужно фиксить форс может и пояснишь что именно в keeper of the light и нужно фиксить по мнению айсберга как ты думаешь да он как-то слишком быстро фарм не знаю может быть ну ты вырубил камеру хочу просто встать дверь закрыть а я вырубил короче могу следующий раз кстати пса показать на камере если если хочешь если хочешь я думал ты без штанов там ходишь да ну не так вот котла его ему нужно просто как-то сделать так чтобы его волна наносила меньшую урона крипам не кажется чтобы он просто не пуша за мс ему подрезать он бегает как сумасшедший вообще дикий совершенно персонаж в этом отношении вот ну а по пикам я вот смотрю чё вообще ну типа банят команды run it раз я понимаю что они вообще не в курсе чем человек сыграет просто не в курсе ни одного бана ну вот нет который бы был хорош против чилокс то есть тоже вот хуска я не знаю на предыдущей карте ну может они специально хускара забанили да специально забанили хускара взяли некрофоса ну может такое быть может такое быть лекс может но насколько вообще не кровь хорош против ускара вот это загадка и куда вообще пойдет хускара училокс мы с тобой комментировали кажется как ты их катку против команды эмпайр помнишь такое было и там был этот кэрри бх соло мид хускар и оффлейн сенкинг то есть они там вообще лайны все пересвапали просто и сделали так чтобы им было максимально удобно стоять ну и в принципе в этой игре точно также они могут поступить то есть вот есть у нас три три персонажа до сенткинг бэйн панголер никру ну три персонажа панголер некрофоса сенткинг хотя тут наверное панголер support значит получается сенткинг панголер да то есть ты можешь сделать так что сенткинг некрофоса ты должен сделать так чтобы хускара у тебя пошел на линию пожалуйста хускара на легкую под абадона котла в мид дк на сложную и четверку сейчас добираем и все но тут видишь какие баны бан шторма бан бэтрайдера бантини какого-то то есть вообще забавно просто доберут четверку и вас просто разнесут ну не готовы не готовы руны тасс к матчу не готовы у них по-моему и драфтер да сменился по моему у них не маэстро драфтил или маэстро маэстро я что-то уже не помню так ну чё надо чем-то ультануть значит руны титерс как-то прямо сейчас полностью изменить ход драфта чем ультануть им нужен мне кажется не у них принципе то сам по себе пик хороший сам по себе надо будет разве что быть готовыми к тому чтобы ну типа сенткинга если что поставить имеет некрофоса на харду вот новых есть будет на некрофосе играть я уже в этом уверен что он уже играл на некрофосе против киберкотов но времени кстати челокс тоже много тратят забанили они на x и террор блейда хороших очень героев для того чтобы бороться с хускаром если драгонная тройка представим то какого-то имбиря на мид не они них котл на мид пойдет а ты прям уверен да алина взяли но на самом деле может нет но я думаю что они захотят котла в мид поставить мне почему-то так кажется лина ласт пик лина очень сильный герой сейчас посмотрим какого кэри захотят выбрать рун и трасс им нужен персонаж который не знаю мне кажется им какую-то может пашку под проще всего взять хотя если лину станет на позицию 4 а котл в мид ты не выиграешь наташка на пашке блин сложный выбор на самом деле надо сейчас очень правильного персонажа взять мне честно говоря даже нет идей может быть что-то типа тролля такого как бы сильный на линии и по игре тоже может что-то сделать чем там еще на их играет луна луна кстати может как-то сработать решили пашка но вот в таком случае я бы лину ставил на пост 4 и котла в мид но они решили что они решили не так но окей посмотрим что из этого получится я не знаю а модета на некрофосе то есть хейс на сенткинге в мид и некрофос пойдет к хускару слушай но вообще может получиться кажется у команды руме торс то есть это может быть спасение вот эта фантомка в целом оказаться против ускара это ведь реально хороший ответ я скорее это не самый плохой герой против ускара это правда вот линию фантомки будет непростая но мне больше мне как бы внушает доверие то что они отправляют некрофоса на линию к ускару вот понимаешь вот это мне кажется как бы самое главное что они делают принципе да мне нравится то что рун и трассно драфт или я и мне и на предыдущей карте тоже нравилось там тоненького было вспоминаю прошлую карту до 15 минут а там не было даже было ощущение что армит раз определенно имеет доминацию у них было очень сильная дабла на топе вот это санкинг sky пларка хорошо отстояла ну инвокер не сильно просел он там всего весел вынес относительно быстро нормально было против курс все случилось реально за одну драку когда супер темп набрала медуза так ну чё го смотреть усик keepers the light очень очень сочные герои этого патча а кипер за лайк что позиции саппорт что позиции мид в любом случае очень много фармит саппорт который тоже будет как на давай смотреть значит что мы хотим видеть от команды рун и торс чтобы они это выиграли допустим на потому что понятно чего хотят чилоксы у них придет кускар покачается заберет рошан заберет трон что мы хотим видеть от команды рун и торс это хорошая линия у некрофоса в боте чтоб он себя чувствовал уверенно много фармил хорошая линия у сын кину как бы санкинга ладно в любом случае будет хорошей линии или что или к нему хускар придет томит придет лина придет окей слушай тогда не факт тогда реально не факт так борьба за руны и это три руны для не 2 руны для каждой команды не Продолжение следует... Так, ну и Усик Абадон, да, уже табла, не позавидуешь. Понятно, Хускар, как мы уже вспоминаем, сколько игр мы с Хускаром, он-то поочевидили, раскрывает себя там на уровень 3, 4, даже 5, наверное, в начале он не так опасен будет. Но Абадон здесь суперфункция. Единственное, Абадон не может суперсейвить от косы, некра. Конечно, не придумали там, ребята, какого-то Оракла или какого-то Бэйна. Хотя Абадон тоже потенциально, он может ведь повесить Койл, установить ХП и, соответственно, Хускар ульт не пробьет. Но мы понимаем, фишка Хускар быть всегда на лоу-хп и некр, некр это контрит. На топе начало с ФБ на Dragon Knight, что нетипично, да, Dragon Knight, хотя он без пассивки пока, строга, брони у него мало. Ну и улетает кипер в Злайт, аж на Т2. Да, на топе прям начало тяжелое. Там ассасин начинает очень жестко с Бэйном доминировать. Центральная линия Лина Сен-Кинг, ну, я думаю, долины, как и почти всей линии, это комфортная линия, где ты пытаешь от Сен-Кинга. От его песка Сен-Кинг тебя там с первым броу-страйком не факт, что подкопать может. В итоге мы видим, вот, MTD, жесткое давление по Хейзу. Поэтому я и хотел сказать, ну, то есть я такой рассматриваю, типа, лайнинг такой, думаю, так, так, ага, на боссе так, на миде, ну, на миде Сен-Кинг, ну, как бы, Сен-Кинг всегда свое получает, а потом, ага, он же против Лины. Как бы против Лины нифига, на самом деле. Не так-то просто. Ну, вот Сен-Кинг сейчас будет себе разблочивать пул. Ну, похоже, все-таки, да, тут у Сен-Кинга проблемы будут. Тем более мы видим, что Хейз не особо опытный игрок на Сен-Кинге. У него там левел 4 дота плюса. Ну, котл в топе погибает, слышай. Так, на топе жесть. На топе тоже второй фраг получается. У Фантомки 2-0 старт. Но, опять же, с другой стороны Хускар, с другой стороны снова это Лина. Лина прям что-то вообще очень сильно мид души. 23 на 7. У Сен-Кинга 8 на 1. Сентри. Это Сентри, чтобы убивать прямо сейчас, станом не попадает. Но Лина разгоняет свою пассивку. Ну, там удара, наверное, 3, а то и 4, а то и 5. За счет Феррика нужно было сделать. Не получилось, Сентриак теряет Лина. Но, с другой стороны, здесь Сентри... Хотя, ладно, Сентри против Сен-Кинга всегда полезны. У Сен-Кинга у самого остается один Сентриак. Мне кажется, он тут вообще массово будет. Причем, проблема Сен-Кинга в том, что он нормально разбить не может. Вражеский Сентри, он милишник, ему надо подходить. Вот разве что поставить Сентри, подкопать как-то. Он пытается переагрить, МТД не дает. Очень, очень все плохо. Ну, Некрофос вроде качается. Странно, но наши партнеры из Винлайн дают достаточно любопытные кэфы. На эту карту. 1,7 на Чиллакс и 2,0,0 на Рунитерс. При условии, что в миде Сент-Кинг так сильно затерпел. Минус Бейн. Там уже какая-то ответочка начинает прорисовываться. Так. Начинает терпеть Некрофос. Некрофос. Но у Лил Плеба появляется уже Хелма Файрон Вилл. У Некрофоса нет второго спела, кстати. Пока терпит, ладно. Ой, что ж ты, что ж ты делаешь? Да. Ну... Вообще-то так, для меня это было немного неожиданно. Особенно как Некрофос. 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 Закончились за несколько секунд. Это все ужасно. Основу. Так вот, пуск, короче, и фидеть. Мне не нравится то, что происходит на миде. Мне очень не нравится. Ну и на легкой линии теперь начинается доминация. Ты посмотри, тут еще и миде стягивается киперовзалайт. Явно не вардики поставить, он тут готов дуть. И это не просто задувка. Это реально шанс сейчас запушить эту линию. Бангольеры убивают снизу Абадон. Не знаю, была помощь от Ускара или нет. Похоже, нет. Похоже, это соло-фраг для Абадона вообще. Да, это жестко. Малина сейчас с телегой попушит. Еще одна задувка. Ну круто! Киперовзалайт в итоге не позволяет и в песочке стоять. Еще и Лина задувает. В итоге Хейз против невидимости, а фулл урон ловит. Приходится обузить боттл. Лина ставит в центре. Цинкинг еще и в центре в запасе поет. Может быть в центре, а потом Лина найдет попозже. Но пока Хейз прям терпит. Знаете, не все темп ларки так от Ускара терпит на миде 1 на 1. Прям жесть какая-то. А, есть лагуна и регенерацию. Еще хорошо, что подобрал. Мог бы и не успеть, ведь. Подобрать Лина под центре комбою. И Эт Эллиминейт не рассчитывает Лина. Не рассчитывает. Я не знаю, был ли вариант бежать просто. Сын Кинга все же не было ботинка, а у Лины был. И чуть-чуть такой легкий камбэк для СК тут же. А то Лина прям на кураже. И Пангалиеру убить и Сын Кинга тут пыталась прямо в эпицентре задушить. Некрофос снова погибает снизу. И сейчас Некрофос придет снова, а там уже у Плеба уровень 6. Но Плеб сегодня злой. Что на Медузе, то сейчас на Хускаре. Да, очень жестко все. Все, все. Он просто летит уже, ну все, пара. Четверка говорит, все, короче. Я не буду больше стоять здесь. Гоннекс лучше, допустим. Ну, типа сейчас придет Пангальеру уровень 4. Там этот Хускар. Ты нажимаешь своих бакал, а Хускар за тобой летит дальше. И ты такой, типа, окей. Как играть в эту игру компьютер? Да, ну. Мне почему-то казалось, что команда РИ, они же бывшие вигейминг, чуть посильнее. Вот почему-то у меня было ощущение, что это команда, которая была близко. Попадание в первую визион, все дела. К этой игре они вообще не готовы. Вот просто. Ну у них же и был другой состав. Они же, ну типа. Я хотя, хотя хороший вопрос. Тут же электричество, все дела. Он же дропнулся, так приятно. Ну ждем, ждем. Пока я вижу, что есть фантомка. Фантомки, возможно. Будет очень-очень классный фарм, будет быстрый бэфчик, и эта фантомка сможет потенциально тут и хутика или ну не зажать. Посмотрим. На это, наверное, будет Драгонайт ответ, Драгонайт, Блиндаггер, Роганим Шард, БКБ, и потом где-то Алибарда появится. Лучший слот против Пашки. Так, ну решили Чилокс свой интернет поправить. Да, мы так можем долго ждать. Ну вообще-то много кто жалуется на Рог. Ой, сколько лет мы уже эту игру играем и смотрим Force, по-моему. Каждый день кто-то жалуется на тропы, на что-то. На руинеров, на агентов Габена. Это да. Хотя конкретно РИ я могу понять? Даже парни играют в Казахстане. Скорее всего, пинг там под сотню плюс будет. Тут могу предположить, что если тебе уже прям совсем некомфортно ты... Потерпишь, подождешь, реконектнешься. Что, 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 что вы от меня хотите? Какой-то странный дроп, знаешь? Это явно дроп не с игры, но он вроде возвращается. Ура! Ура, ура! Ну что, вроде все готовы. Что мы имеем? Мы имеем некрофоса 0.3, которому не вернуться на свою линию. Но, с другой стороны, мы имеем достаточно большую фантомку, согласись. Вопрос. Может ли эта фантомка что-то сделать одна? В этой игре. Потому что у Сэн Кинга ничего нет, у некрофоса ничего нет. И как вообще в этой игре себя позиционировать? Мне кажется, Сэн Кинг не особо понимает, потому что для этого игрока это персонаж относительно новый. Так, на руне. Сипер, взял и уснул. Подкопали. Стики есть рядом, Апатон. И тут Лина в инвизи приходит. В итоге Сэн Кинг сейчас может быть разрутиться. Живет, Бэйн. Апатон спасает. Лина, я бы сказал, дает щит, а не и умирает сам. Окей. Тут такая драка 3 в 2. Разменяли саппортами. Хейс успевает тут Сэн Трэк поставить и в вардик найти. Четенько. 2К при этом за командой Чиллекс остается. Рогонайт в форме пытается как-то фантомку игнорить, но вечно это делать не получится. Фантомка просто прыгнула, пару критов выписала и комнатами отходит. Форма заканчивается. Кусик довозит армлет. Фактус. Главный его предмет. Ближайший. Опа, стаки для Сэн Кинга. Кайф. На топе давление какое-то. Подходит Абаддон. Рядом с трогством Бэйна подсейвить для фантомки. Ну, с линии, естественно, я не вижу смысла уходить. Остается он на линии, фармит просто параллельно и крипов лес. Но Сэн Кинг все равно, несмотря на то, что у него казалось, счет в 2-0-0, очень сильно отстает от Лины. Крипстату разница в полтора раза. Лина 85 крипов добивает. Это и лесные крипы, почти все крипы. Ну... Да, ему, собственно, много времени-то и не надо. На самом деле. Ой, много времени больше. Много фарма-то ему и не надо. Буквально чуть-чуть времени еще пофармить. И вот у него уже травола, да, там даггер. И этого будет вполне достаточно для того, чтобы какой-никакой импакт делать. Сейчас самая большая проблема это как-то спушить флот и при этом не дать сопернику спушить топ. Вот. Э, ну тампларка, конечно... Ой, тампларка. Фантомка здоровая. Что-то я вообще оговариваюсь прям. Фантомка, конечно, здоровая, что... Что ужас. Такого нет, начинает пушить топ довольно сильно. Вопрос такой. Насколько хорош тимфайт в Рошпите у команды Рунитерс и насколько они там будут готовы сражаться. Хейс пытается песками дефить топ настолько сильно, насколько это возможно. Деняет хотя бы вышку. Уже неплохо. Ставится Сентри. Сенткин, кажется, понимает. Выкапывается. Живет. Как себя чувствует Коттл в боте? Коттл в боте чувствует себя... В принципе-то хорошо. Ну что, Коттл сейчас просто не будут давать пушить. Да и все. Что ему еще? Лиминаид дал. Четвертым иллюминаидом там почти все крипов добиваешь. По-моему, не добиваешься. Надо парочку крипов отдельно добивать еще. На центре вышли на Хускара. Но тут сразу же телепорты и Роллин Тандер давать бесполезно. Ну что самое главное, прилетает Абадон. Так бы, конечно, с гриппом Роллин Тандером разыграли бы, но этот Абадон будет Бэйну всю игру мешать. Тяжело будет, конечно. При этом ребята не сдаются. Пангольер с Бэйном уже в смоуке. Их тетенько ловят на скане. Хускар сейчас будет. Лина будет. Димит упадет. Ну или, во всяком случае, потребуется очень много усилий, чтобы этот мид защитить. Касана готовия. Ой, да ладно! Просто Пангольер откинул в Кускара и снова его откидывает. Божечки, ты твой! Аааа, ну все! Все! Эта драка сейчас будет проиграна. Нельзя тебе сдраться вообще никак. Потому что кнопки провалили свои ребята за Некрофосом Погоня. Ну ты понимаешь, да, Роллин Тандер дважды откинул Хускара в идеальную позицию для Чилы. Кстати, надо было, чтобы так совпало. Просто невероятно. Минус Некрофос, Фантомка. Слушай, ну наив хочет. Слушай, 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 слушай. Лина понимает, что это происходит. То, что он хочет, я понимаю. Сэн Кинг рядом и начинает душить. И что, и на Рошана пойдут? Да, косы нет, Роллин Тандера нет. Душат Абаддона здесь. Ну наив почти дофармил БФ. То, что там соперник забирает Рошана, это, конечно, печально для команды Рунитерс. Не знаю, смогут ли они здесь что-то вообще сделать. У ДК кончается форма. У Абаддона появляется ультимейт. И мы видим, что ребята хотят тут защищаться. Ну или, по крайней мере, просто спамят спеллами. Время тянется. То есть, чем дольше этого Рошана убивают Радиент, тем выгоднее для Ру... Ой, Рошан завтра пришел. Слушай, они заходят. Ой, какая... 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 Оооо, что происходит? Лилплеф заходит в Рошпит. Рошана уже нет. Полетел за Сэн Кингом. Сэн Кинг умрет. Но у него есть Аегис. Выживет ли... Станы все в КД? А, ну у него тоже, кстати, подхопка, да. Он тоже погибает. Ну, как мы такое можем расценить? Наверное, как... Более чем удачный исход для Руны Трасса. Я не знаю, потому что если бы они бы сейчас отдали бы Рошана, еще при этом все бы поубирали. А кто Рошана забрал? Дайр забрали. То есть плюс Экспа, плюс голда. Сразу же Наив радуется такому моменту. Конечно, хорошо, хоть и Сэн Кинг умер, конечно. Могло быть все намного хуже. Просто сейчас бы Чилокс были бы с Аегисом и так бы с Сэн Кингом. Все, да. И просто минус все. Нормально. Ну, понятно, что все тяжело, но... Я говорю, есть расчет на Фантомку. Фантомка довезла себе БФ. Минуту назад хорошие тайминги очень. Продолжаете ей 2000 фармить. На него есть расчет. Он как-то сможет вывести. Посмотрим. Драгонайт, Блинкдайгер. Ну, точно так же, как Медуза на предыдущей карте. По сути, там же один... Ну, первые, наверное, 20 минут команда очень жестко проигрывала. Очень жестко. И только благодаря Лилплебу они смогли... То есть как бы драка. Лилплеб берет ультракил. У него становится все хорошо. И его тиммейты как-то потихонечку подтягиваются. Потихонечку. То есть что-то там у Марса начинает появляться. О-о-о-о. Да. Ну, может, хотя бы мы бинокстайм здесь попадется, нет? Пускайр телепортировался в бот. Но не до... Ну, с другой стороны, вот в кого тут еще финсгрип нажать? Ну, вот без рофлов. Так, слушай, они тут что, драться, что ли, захотели? Абадон далеко. Нет, Абадон приходит. И тут 5 человек становится. Ульты Пангалера нет. Здесь нельзя стоять. Им надо качать мид, топ. Надо фармить. Ну, вообще, конечно, БКБ нет еще у Лины, у Хускара, может быть. В этом их идея заключается. Но это крайне опасный момент. Есть Найтмар. Подковки. Ну, непонятно, насколько качественно Санкинг ворвался. Вроде как у Хускара почти нет хп. Ну, снова Абадон, снова там щиточек, снова Койл. И пока не работает Никрофос, как, во всяком случае, ребята ожидали, что получится там через косо отыграть. Да, ты понимаешь, в чем дело. У Хускара у него же макс сопротивление хорошее. Под пассивкой. То есть, то, что у него нет половины стэка, это не значит, что ты его даже близко убиваешь. А он еще под Койлом, под щитом. Так, и тут уже, кстати, на Наива выдвигается ганг Лина. Наив понимает, что происходит? Кажется, понимает. Ему нужно дать вижн курьером, отпрыгнуть. Ну, пацаны ошибаются. Сейчас блин в подкоп. Нет, 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 никак. Пангич бежит. Пандалера на хаст. Побоялись. Ну что, в принципе, все идет по плану у Чилоксов. Сейчас Хускар возьмет себе БКБ. Сейчас Лина возьмет себе БКБ. И все. Как бы и пойдут закатывать. Скорее всего. И пойдут закатывать, скорее всего. Нужно вот то, что не спушено оказались вышки вообще. Вот в топе вышка стоит, в боте вышка стоит. Это настолько сильно мешает. Так, Наив у нас БКБ, ну, долго фармит. Ему еще довольно, ну, ему еще качаться и качаться. Это плохо. Ему бы шард. На самом деле. Вот прыгнуть, дать веер ножей, вырубить пассивку Хускара и туда косу посадить. Вот тогда об это я поверю. И, кстати говоря, в предыдущем тимфайте, по-моему, Сэн Кинг не подкопал Хускара. Если я правильно помню. Также для команды Руин Итерс будет большим... Название такое, созвучное, согласен. Руинерс, да. Для команды Руин Итерс было бы большим подарком, чтобы Рошан заспавнился не через 3,5 минуты, а через 6,5 минут. То есть максимальный таймер Рошана. Чтобы к тому моменту Фантомка успела дофармить хоть что-то. Так, а здесь пошли ребята убивать Драгон Найт. И весь урон в него магически входит. БКБ у него нет, и кажется, это первый фраг за долгое время для команды Руин Итерс. Такая маленькая микро-победа для них. Чуть-чуть тоже вот... Потому что каждая смерть — это минус темп для врага, плюс тайминги для тебя. И из вот таких вот маленьких гангов может на самом деле сложиться... Ну, фактически, фактически... Плюс Дезолятор, плюс БКБ, плюс Шард Фантомка уничтожит. А это не так много денег нужно. Чтобы это всё выфармить. Чтобы это нафармить, надо просто не нафидить сейчас. Ну, а Рейдентам им, естественно, нужно... Ну, чуть-чуть как-то поджаться, поджаться. Нужно пожёстче. То есть не допускать вот таких смертей. Те ганки, которые они делают, стараться... Вот как вот они на Фантомку тогда напали, помнишь? Стараться, ну, дожимать. То есть не отпускать таких Фантомок, их надо щемить. Сэн Кинг покупает себе Кайл. Ну и... Собственно... Чуть побольше дэмэджа у него становится. Как дела у Лины? Лины 15. Лина, кстати, один из немногих героев, которые могут быть... Ну, я помню, значит, могу тебе историю классную рассказать, Лек. Значит, заканчивается очередной день на Инте. Какой-то там уже предпредпоследний. Там уже мета турнира сформировалась. Понятно, что Лина сильная, Лина, Тинни, вот это вот всё. И, значит, сидим мы такие с Егорычем. Егорыч говорит, ну, Жотом. Говорит, Форсаж, пойдём покурим. Ну, мы там спустились, что-то сидим, обсуждаем. И, значит, мы беседовали о том, как вообще Лину контрить. И он сказал, что единственный персонаж, который может как-то законтрить Лину, это Фантомка. Что, типа, вот, что вообще с этой бафнутой сумасшедшей Линой делать? Ну, она тогда на Инте была ещё жёстче, чем, как бы, сейчас. Вот, Егорыч сказал, что, ну, может быть, как-то Фантомка с ней может справиться. Потому что она прыгает, прыгает прямо на БКБ, бьёт физ уроном. У Лины армора мало, может похоронить, как бы. Ну, и, а если не похоронит, то Форсит Лину покупает всякие шивы, керасы, что она не особо любит. Потому что Лина любит БКБ, Лина любит, там, типа, Сильвер или там Дедаллс какой-то. Так, слушай, Фантомка с дабл дэмэджем. И с Шардом, о, это суперопасный момент, это суперопасный момент. Лил Плеб здесь с Блэкинг Баром пошла коса и минус куска, о чём я и говорил. Лина нажимает БКБ, пытается выйти отсюда. БКБ закончится у Фантомки раньше, но... Ну да. И вот так вот руны Терс разворачиваются. И круто всё получилось. И Ападон с ультимейтом ошибся, он чуть-чуть раньше его нажал. Просто не смог, соответственно, Хускар никак подсейвить. Жёстко. Жёстко. 3000 преимущества сразу за РИ становится. Но теперь, конечно, им выгодно, чтобы Рошан заспавнил Савану пораньше, потому что... Ну ладно, он уже в любом случае не заспавнится тогда, когда... Пока Хускар ещё будет в таверне, то есть он... Даже если будет самый ранний, то Хускар уже успеет заспавниться. А это значит, что для того, чтобы этого Рошана забрать, придётся драться. Вот. Не сказать, что руны Терс не готовы к тому, чтобы драться. Согласись. На мой взгляд, они, в принципе, могут повоевать. Но было бы намного приятнее забрать этого Рошана дайром без боя. Так. Что пошло не так в этой ситуации? Хускар не успел ничего нажать. Ни БКБ, ни ульту. Вообще никак не успел среагировать. Просто умер за скиллы и... А, и Рошан ещё максимально долгий. Вот это, кстати говоря, я уже даже теряюсь. Для кого это плюс, для кого это минус. Потому что... Ага, поймали Пангольера. Хороший фраг для команды Чиллокс. Я бы, кстати, не был уверен, что в каком-то гиперлейте команда Чиллокс гарантированно слабее. Вот реально бы не был. Потому что... Лина большая, это проблема. ДК большой, это... Коттл с артефактами будет. Абадон... Ну, абадон не похоже, что будет с артефактами. Потому что он всё время какой-то нищий. Так, Смоук нажимается. Это Чиллокс сделают. Потому что гипотетически скоро может Рошан появиться. Понимаешь, да, Лекс? Он не появляется. Сказал он максимально. Так-так-то уже получается и для Чиллокса это могло быть выгодно. Но тут забавно. Ну ладно. Пока ещё нет победы, естественно. Фускар начнет БКБ. И вот там, естественно, уфить так быстро не получится. Потому что в прошлой драке он, в общем-то, урона не нанёс никакого. У Лины появляется Шэдоу Блэйд. И сейчас... Возможно, сейчас будет вообще самая важная драка в рамках этой карты. Ангольер покатился. Два саппорта. Позиция просто идеальная! Но можно потом уже ультимейт нажать давным-давно, а не ждать момента идеального. Драгонайт ворвался. Толстан. Лина. Финсгри прямо в Лакингбаре. Еле живая фантомка, прошу заметить. Но какая уже разница вся команда Чиллокса в ставерне. Остался один Фускар. Пожил несколько секунд. И его отправили отдыхать. Ух! Наверное, самая важная драка. И сейчас может поставить точку. Хотя ещё целую минуту ждать. То есть потенциально ещё одна драка будет после этого Рошана. Но Абаддону нужно было сразу же сжать ульт и бежать. Чё он там стоял, ждал, ждал, ждал. Ему нужно было бежать ульт, чтобы хотя бы одному спастись. И потом уже держать позицию, там, спасать. Хотя Лина нажала БКБ. Её спасти было просто невозможно. БКБ, Финсгриб, всё, конец. Для Лины был. Так или иначе. Но были близки, чтобы убить фантомку. Не хватило немного. Убили бы фантомку. Спасло бы или это команда Чиллокс? Я не думаю даже это. И фантомку с неё бы не разобрались. Разобрались бы. И надо сейчас спармиться. Боже. Класс. Ещё ботл фантомки отдают. Не, ну, мне кажется, что Чиллокс опять пойдут драться? Они сейчас просто проиграют драку, гг напишут. Или там косы нет, они... Ну, вообще, без косы, может, как-нибудь ставят Суввар. Ну, если не получится, лучше гг написать, мне кажется, идти next. Но Драгонайт... Драгонайт, что в прошлый раз ворвался, что в этот? Одно и то же. Бэйн оказался на горе. Как это меняет ситуацию, пока не ясно. Врыв на Лину от Тей 2000. Намечается он с ДТ. Крит прошёл, урона не хватило. На Лину. Хуско разбивает. Ингкес, Ингкес, Ингкес. Убили, прыгает дальше. Тей 2000. Очень больно Хуско укрит на 1854. Ух. Добили фантомку. Ну, да. Ааа. Круто, конечно. Как бы понятно, что плохо. Всё, она, кстати, Бэйн ещё, смотри, душит котла. Прямо на горе. Прямо на горе. Коса. Дополнительный заряд для Некрофоса. Косу. Ну, наверное, по-хорошему вот эта драка... Ну, ладно. Если фантомка, может, выжила, тогда ребята бы издались. Если бы фантомка выжила, просто сразу ГГ можно писать. Ну, драгонайт мемный. Я реально, что ли, смотрю. Что-то он прыгает, нажимает стан, его там, ну, стирают. Буквально за это 2 секунды. Настолько быстро стирает. Настолько катастрофически не хватает БКБ, чтобы можно было ворваться там. Ну, хотя бы станы не ловить. Хотя бы там побегать немножко. Людит жалко. Этот драгонайт. Попадал. Не можешь. Повесил бы на себя щит, хоть задевардил бы. С дизаром проб. Ну, теперь-то есть все ски... А, косы, я коса, кстати, по-прежнему вкадаю. Идут бить Рошана. О, я не уверен, что это хорошая мысль. Вообще не уверен. А, наив, кстати, без телепорта, слышишь? Хорошо. Я думаю, у него очень много времени, да. Это не Фантомка в плане скорости. Так сейчас я просто плеб умрет, если что. Понимаем за это все. Взбивает он отойти. Но от этого не легче. Отбывается Фантомка. Испасим без пассивки. Ха-ха. Ужас. Отлетает. Но Фантомка беспоковаясь, смотри, ее начинают шумить. И центр скинька сейчас будет. Правда, блик сбивается, не может скиньк нормально прыгать. Центр практически в пустоту. Но Фантомка живет. Самое важное. Фантомка получает глазку и передают. Где-то она ее как минимум нашла. Ну и сейчас должны ребята из РИ сделать минус. Все, что здесь есть. Покупается Драгонайт. Но без Хускара эта драка выглядит ни о чем. Как бы без Хускара... Да и Лина без ПКБ ничего не... Минус три. Вот РИ. Они на Рошане. Второй Рошан. Не знаю, Чилокс как-то просто... Они прям... Я не знаю, что они к этому Рошану пристали. По-моему, они просто фидят вот конкретно вот в этих вот моментах. То есть посплитить как-то там. Хотя сплитить-то особо нечем. Просто Лине нужны вещи. Лине нужно МКБ. Хускар ты не единственный герой, который у Чилоксов выигрывает. Ну, в Доту 2 понимаешь. То есть им реально нужен... Вот что должно... Хорошо. Вот мы искали ауты для команды Рунитерс. Теперь давай поищем ауты для команды Чилокс в такой ситуации. Что им нужно делать? Объективно с Фантомкой ты... Ну, не повоюешь уже. Ну, очевидно, не повоюешь. То есть надо как-то дефать пока у нее... Короче, пока у нее Аегис, надо дефать, стараться котлом все вот это вот дело. Вот. Защищаться. Вот пока не исчезнет Аегис. Потом, ну, что-то так. Так, окончился быстро очень. Но он после бая, кстати, был еще. Защищать хайграунд. Там котл, типа, может это делать. Дофармить аганим на Хускаре. Дофармить МКБ на Лине. После того, как исчезнет Аегис у ПА. А это произойдет через 4 минуты. Постараться как-то... Ну, уже вступить в драку. Там, подраться за что-то вот. Повоевать, попробовать. Ставится пауза. Ух, ух. Вот эти протильтовочные паузы, конечно, да. Что-то много пауз. За одну карту заметил. Да, да. У нас она была четвертая уже. Админ, пора душить. Ну, получается, что? Пик фантомки, он спас, можно сказать, спас команду РИ. Я помню, что я спрашиваю, чем надо ультануть. Но это было очень опасно. Чем надо ультануть таким, чтобы вот прям все поменялось. Да нет, там фантомка на самом деле напрашивалась из всего того, что осталось. Но это вообще не гарантированная победа. Тут больше вопрос как бы не к... Короче, тут вопрос к сложной линии. Почему фантомка вообще на фулл фрифарме отстояла против котла ДК? Это как вообще называется? Как это вообще так вышло? И она там еще и два фрага каких-то сделала на котле. Как бы эта линия должна была как выглядеть? Стоит котл в кустах, дует, постоянно пушит пачку на фантомку. Фантомка в ужасе. Как бы подвышка что-то качает, но вроде нормально. Но при этом там постоянно какие-то пулы. Она там выходит, ловит эти иллюминейты. Все время без ресурсов. Не говоря уже о том, что она не должна там убивать вообще. В принципе-то. Вот, поэтому тут вопросы как бы... Вот представь себе, фантомка была бы не на фулл фрифарме. Она бы была вот не с БФом на 13-й минуте, а с БФом там на 16-й. Вот как бы вообще рунытерс это бы выигрывали. У меня нет ответа на этот вопрос. Но, конечно, чилоксам нужно отдать должное за их стремление играть эту игру до конца. Потому что после трех вайпов, по-моему, люди ГГ пишут таким пиком. Такие дела, такие дела. А у нас опять у рунытерс какие-то беды с интернетами. Что говорят наши кореша из Винлайн, Лекс? А знаешь, что они говорят? Что же? Они говорят, что коэффициенты на эту карту закрыты. Но параллельно идет матч команды NoSori и Немига. И там на команду NoSori 1.48 кэп. Это значит, что они выигрывают. При условии, что, кстати, первую карту NoSori также выиграли. В какой-то там зубодробительной игре я смотрел параллельно, что происходит. Какой-то камбэк был сумасшедший совершенно. У Ападона не включилась пассивка, да. Я не знаю, то ли пассивки... То ли помешала Фантомка, то ли просто крит пролетел, который скволь. Пассивку... Не важно. А, ты имеешь в виду этот самый Fun of Knives? Ну, да-да. Там не на КД. Так, ребята бегут в топ. Ловить героев. А все, Алина улетела. Ну, зато Лилплеп не улетел. Час улети, там же КД большой, да. А, ну, мне кажется, он хочет пачку. Ну, у Пашки башер, если что. Он пачку-то хочет, но если он на нее выйдет, рискует даже... Ой, зря, Лилплеп. Или все-таки хочет. Не, ну что-то тут бегает, что-то выжидает. Так, пачку видят. Пам, 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 пам. БКБ не жмет. Галера разулетился. Ну все, БКБ телепорт надо. Не жадничай, Лилплеп. Ну, ты ж умрешь. Пашки нет здесь. А, там Филс Гриб. Он, он, он... Он устрял. Увел. Он устрял и не дотягивал. Все, прям чуть-чуть. Да, да, да. А там Пашка в миде. Че в миде происходит? Опять, веер ножей. Активируется ульта. Ну, тут просто в рассыпную. Просто в рассыпную от Фантомки. В топе пачка скипнулась. Но тут, похоже, надо уже в миде пачку скипать. Полторы минуты до конца Аегиса. Т2 вышки по сайдам стоят. Балуется Хейз. С этой раскастовкой ультимейта. Ну что, Коттл вообще вернется сюда или нет? Будет защита древних-то или как? Потому что что-то мне подсказывает, что рунны Трис пойдут сейчас. Конечно, Аегис еще минуту, как раз, чтобы зайти и закончить. Атака на Лину. 80 секунд ее не будет. Вайбек у них нет. Прыжок за Абадоном. Абадон! Нажал сам. Молодец. А то могло и снова критануть. Так, тут какой-то максимальный сплит идет. Жесткий. Классно, конечно. Ну, надо отдать эту сторону. Типа, Миссы прокают, да, Фантомка не попадает. Это надо отдать. Это все. Это уже не дефается, парни. Как бы сайды, если что, запушены. Училась. То есть, как бы гипотетически... А тут-то Хусик решил умереть. Вот так, вот форс. Я вижу. Но, если понт жил, это ничего... А, Электрон. Он... Так, а что, не 20 секунд Аегиса? Не, ну, с другой стороны, конечно, да. Зачем? Просто в этом нет смысла идти в трон, а зачем этот риск добавлять? Ну, по-хайфу. Можно хоть Некст Рошана ждать. Ничего страшного не знаю. Но... Аегис кончается. Есть ли вообще хоть какой-то микро-шанс, что Дайер проиграют с Сатаником БКБ Драку? Мне кажется, нет. Я уже просто... Ну, окей. Хускар с Аганимом, если будет, может быть. Может быть, как-то получится там Тонку держать там контролей. Давайте ей что сделать. В остальном... Я вижу этого Драгонайта, ну, блин... Ну да, он еще и БКБ хочет. Ему БКБ вообще не поможет. Ему, наверное, Алибарду лучше купить. Правда, вопрос на какие шиши. Задача ДК как-то дунуть в БА огнем, чтобы урон ей срезать сильно. Понимаешь, Лекс? У нее, правда, есть и БКБ, и Сатаник, что этот дебаф позволяет сбросить. Антонка так бегает. Тут интересно. Держу в Далину. СА. Она только встала. Она только встала, вкупила МКБ. И назад. До дома. Но что из этого сделают? И вот вроде они как забрали Лину. Потратили всего ничего. Одну косу. Даже Феницгрипп уже появился. Но, наверное, по-хорошему-то за такое убийство Лины нужно было бы и линию вторую забрать. Гриппы подходят. Наверное, придется за Киперов Злайтом прям прыгать глубоко. А то этот дед будет тут бесконечно. Те и 2000 что-то примерно это и пытается сделать. Прыгает, правда, налил хлеба. Он очень вовремя нажимает БКБ. Катается по гольерам. Фускоро цепляет Хинтгрипп. Он КПС, соответственно, на Бадон помочь не может в очередной раз. Минус 2, минус 3. И даже при условии наличия байбэков ребята сдаются. Это 1-1. Чилокс после сокрушительной победы на первой карте не смогли дожать на второй. С таким, казалось бы, сильным раздрафтом. Фускор Гипер взяла. Это очень начало у них было крупное. Но мы видели, как эта Фантомка понемногу фармила. Она купила ведь очень быстрый БФ себе на 14. Вот он, пожалуйста, результат. 1-1. Рунитерс. Дают борьбу. И у нас будет третья карта. Ну, ожидалось, что в этом противостоянии будет что-то подобное. Потому что, на мой взгляд, это две команды... Во-первых, это две команды крайне нестабильные. Что Чилокс, что Рунитерс. Плюс они, наверное, на одном уровне скилла, я бы так сказал. Если ты в какой-нибудь рандомный момент времени зайдешь в вкладку Watch в доте и нажмешь смотреть за кем-то в ранкете в каком-то, половину этих никнеймов увидишь, они друг с другом против друг друга играют. То есть, фактически, это такой, типа, high-ranked pub. И в таком случае неудивительно, что довольно большое количество ошибок приводит, что есть качели в одну сторону, в другую. И такие забавные достаточно катки возникают. Ладно, давай уже на третьей посмотрим, кто же все-таки окажется победителем. Сейчас Чилокс... Мне кажется, на третьей карте Чилокс захотят играть морфом. Ну, вот это одна из их тоже сигнатурок. И, в общем, посмотрим, дадут ли им его пикнуть и будут ли они им играть. Ждем, вернемся через 15 минут, как всегда, на решающую третью карту. Субтитры создавал DimaTorzok